Я и мой хвост. Учимся понимать животных. Девчонки мои повыходили. Вот посмотрите, весна. Обычно я захожу в гости к кому-то. Расклёв страшный у кур. Спины все какие-то лысые, сами они какие-то страшные. Мои вон какие красивые. Пёрышка к пиварушку, кушаем корм бэкс. Холодно, домой пошли. Кстати, смотрите. В принципе, на улице, конечно, плюсовая температура, но тем не менее, там плюс один, плюс два. Заходим сюда. Видите, у меня тут 24 градуса, 25. Вот это вот кормушка моя. И, кстати, вот смотрите. По помету можно смотреть, какого качества корм. Вот он не жидкий, он сухой. Он прям сухой. Он одна сидит у меня. Не ругайся, сейчас уйду. Так что, кушайте корм бэкс и все будет у вас в порядке. Даже весной. Ну и, кстати, по поводу толщины скорлупы яйца на корме бэкс. Кто-то сказал, что там, ну, нехорошая скорлупа, что очень тонкая скорлупа у яйца. Вот посмотрите, я в руках держу. Вот она, видите, она, я сгибаю, она играет. Если бы это было магазинское яйцо, оно бы уже как бумажка бы разломалась. Здесь, вы слышите? Вы слышите, какой звук, когда она ломается? То есть, скорлупа, просто капец, это броня, блин. Мне супруга говорит, что именно наших курей будем выставлять, когда будет Пасха. Почему? Потому что, как бы, будем всех побеждать тогда на яичных боях. Так что, вот еще вам одно, видите, идет трещина. Оно не как бумажка сминается, как магазинское яйцо, а именно, тут капец она какая, бронебойное яйцо. Поэтому не слушайте никого в этом плане. Вот, кушайте корм бэкс, будет у вас яйцо и будет у вас крылупа, все на свете будет.